Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, единомышленники, добрый вечер, все, кто смотрит прямую трансляцию и кто будет потом смотреть в записи. Сегодня мы говорим, сегодня я, можно сказать, транслирую вебинар из Дубая, здесь уже темно, поэтому, может быть, у меня не очень хороший свет. И мы сегодня без баннеров. Но, тем не менее, все равно мы понимаем, что новые люди подключаются, новым людям нужна информация. И сегодня мы будем рассматривать такую тему, как постановка целей и создание списка контактов и работы с ним. Меня зовут Любовь Федорова, я являюсь региональным куратором Латвии. Также работаю в департаменте информации и образования в нашей компании. И вот спикер по дубликации. Мы знаем, что для того, чтобы у нас получалось работать, мы должны обладать определенными знаниями и навыками. И вот эти все знания и навыки можно, так сказать, собрать, может быть, сгруппировать в определенные семь задач, которые выполняет наставник, когда приглашает в команду партнеров, либо когда сам строит эту команду, когда сам работает. необходимо все-таки обладать какими-то навыками вот той работы, за которую мы беремся. И сегодня мы поговорим о первых двух задачах. Это о постановке целей и о том, как же создавать книгу контактов. Мне хочется сказать, что у каждого человека есть мечта. И очень, наверное, приятно, когда наша работа доставляет нам удовольствие, когда она совпадает с нашим хобби, когда она ведет нас к осуществлению нашей мечты. То, что мы выполняем каждый день, вот ежедневно, ежедневные наши действия приводят нас к достижению, вернее, сокращают путь, допустим, до достижения нашей мечты. Но к мечте можно идти целенаправленно. То есть можно сделать мечту своей целью. И уж как работать с целью, мы уже умеем, мы знаем, что необходимо ставить цель, что любые действия, вообще любые действия, какие бы мы ни выполняли, если мы хотим достичь определенного успеха, нам нужно, чтобы это было как-то озвучено, чтобы это было как-то визуализировано, чтобы это была наша цель. То есть даже у телефонного звонка есть своя цель, у любого нашего действия есть своя цель. Если мы осознаем это, то мы тогда идем правильным путем, мы не делаем лишних каких-то шагов, которые отнимают нашу энергию и время, но не ведут нас к нашей цели. Поэтому если мы мечту сделаем своей целью, то вероятность ее достижения повышается в разы. И есть такая очень простая наука, что цели необходимо ставить по системе SMART. Это метод описания цели, который включает в себя все перечисленные определения. То есть цель должна быть конкретная, она должна быть измеримая, достижимая, реалистичная и определена по времени. Конкретная – это когда мы четко можем проговорить и мы осознаем, чего мы хотим. Мы прям можем, допустим, хочу быть богатым. Это совершенно не конкретная цель. Но если мы говорим, я хочу заработать 10 тысяч долларов, то это уже конкретная. У нее есть уже цифра, мы уже понимаем, что это такое, чего мы действительно хотим. Она должна быть измеримая. То есть мы должны понимать, по каким аспектам, по каким параметрам мы поймем, что эта цель будет достигнута. То есть опять в нашем случае, когда вот эти 10 тысяч долларов будут либо лежать в наличности на столе, и мы их будем видеть, либо они будут у нас на счету, тогда мы понимаем, вот она наша цель. Мы понимаем, что произойдет. И то есть мы можем видеть и представить себе конечный результат. Цель должна быть достижимая. То есть мы ставим цель таким образом, чтобы мы взвешиваем все свои ресурсы, какие у нас есть. Временные ресурсы, финансовые, если это финансовые. Может быть, даже энергетические свои. Хватит ли у нас энергии вообще дойти до своей цели. То есть она должна быть достижимой. Мы должны понимать, с чем, с каким багажом мы вообще становимся на этот путь, по которому мы пойдем. То есть что у нас для этого есть и хватит ли его. То есть это тоже необходимо оценить, чтобы где-то на полпути мы не сломались, потому что у нас не хватает времени или еще чего-нибудь, еще какого-нибудь ресурса. То есть она должна быть абсолютно реалистичной. То есть не воздушный какой-то замок, не фантастическое что-то, что мы даже сами не представляем, как идти, как это делать, чтобы это не было желанием, чтобы что-то там на голову упало нам, это счастье или деньги, или кому-кому что. То есть она должна быть реалистичной. Мы должны, то есть можно еще сказать значимой, мы должны понимать какую пользу, какую выгоду она нам принесет. То есть достижение нашей цели, какую принесет нам пользу и выгоду. То есть это тоже очень важно. То есть есть выгода, будет мотивация, и мы будем идти к этой цели. Не будет выгоды, если мы не можем проговорить, какие выгоды у нас будут, то считайте, что нет мотивации. И это же могут быть не только финансовые выгоды, правильно? Это может быть образование, может быть для кого-то очень важно закончить какой-то институт, университет, получить диплом. Допустим, закончить музыкальную школу, научиться играть, как специалист, как профессионал. Поэтому она должна быть значимой, должна быть для вас очень важной. И, естественно, она должна быть определена во времени. То есть важно, чтобы мы ставили какие-то временные рамки, что тогда мы четко понимаем, как мы идем и сколько за определенный отрезок времени мы должны пройти. Это то же самое, как у нас в струнных технологиях в нашем проекте. То есть есть строительство, которое разведано на 15 этапов, и мы понимаем, что на каждом временном этапе должны быть собраны какие-то определенные инвестиции и определенная сумма, на которую должна пойти на строительство. То есть объем работ плюс сумма. И когда мы выполняем один этап, мы переходим к следующему. Так и здесь, когда у нас есть одна большая цель, мы можем наметить к ней пути. Они могут быть разные, они могут быть поступенчатые, может быть, нам очень много параллельно придется что-то делать. И поэтому, когда мы все это расписываем, мы четко понимаем, к чему мы идем и как мы идем. И мы можем видеть, как мы продвигаемся и какие у нас достижения на каждом отрезке. Очень хорошо рассматривать такого рода пример, если, допустим, мы поставим цель, как в нашей компании СВЦ, Skyward Community, допустим, за один год достичь статуса топ-эксперт. То есть мы понимаем, что... Давайте вернемся к схеме для того, чтобы было понятнее. То есть цель конкретная. Мы понимаем, что в конечном итоге будет топ-эксперт. Топ-эксперт. Это будет у тебя статус, это будет тебе награда, это будет золотой значок. Все, мы четко понимаем. Она измеримая, естественно. Мы же понимаем, что будет, когда мы достигнем. То есть она достижимая, да, она совершенно достижимая, потому что у нас в компании очень много топ-экспертов. Уже 100 человек точно есть. Вот. Она реалистичная, она несет какую-то выгоду, да, она несет какую-то выгоду. Во-первых, продвижение по карьерной лестнице. Да, своего рода это карьерная лестница. Вот. Второе, мы понимаем, что есть еще финансовая выгода, да, что будет топ-бонус получаться дополнительный ко всему. То есть... И мы ее определяем по времени. Но мы даем себе год. Значит, мы понимаем, как мы должны этот год работать. И мы можем этот год, работу этого года расписать по месяцам, и четко себе назначить. Мы же понимаем, какую работу мы должны проделать, чтобы стать топ-экспертом. Сколько человек у нас в команде примерно должно быть, да. Какие статусы должны быть у этих людей, какие у них объемы, да. И мы четко можем расписывать, что, допустим, в первом месяце мы ставим целью, допустим, сделать, вырастить трех лидеров, да. И мы понимаем, что нам нужно для этого делать. Вот так сказать, что мы ставим такую... Одну цель мы ставим долгосрочную, это топ-эксперт на год, на целый, да. И разбиваем ее на краткосрочные цели, на маленькие такие подцели, как ступеньки, да. Это вот по месяцам. И четко мы тогда понимаем, месяц заканчивается, и мы видим, что мы сделали, сделали ли мы то, что мы планировали, как нам нужно следующий месяц поработать. Вот. Но более подробно можно это идти к цели, как... Сейчас скажу. То есть смарт – это такая достаточно упрощенная система, просто для понимания, как должна ставиться цель. Но также можно разбить на 12 этапов, вот этот метод, да, достижения цели, можно разбить на более мелкие детали. То есть можно более мелко более детально рассмотреть, от чего зависит вообще достижимость нашей цели, да. И это метод Брайана Трейси, то есть это не мой метод, но мне очень хочется об этом сказать, потому что мне он очень нравится. Он, конечно, с системой смарт очень перекликается, но здесь есть гораздо больше мелких деталей. Итак, первое. Наша цель должна быть нашей, нашим личным желанием, не чужим, не для родителей мы учимся, чтобы диплом они наш увидели, да, или результат того, что они там растили-растили, они хотели видеть там кого-то врачом, кого-то кто-то хотел своего ребенка видеть, педагогом, да, ребенок учится, он получает диплом, и он потом понимает, ну нет, мне эта работа не нравится, это не моя была цель, моя цель была совсем другая. Поэтому очень важно, чтобы это было свое личное желание. Второе. Нужно, чтобы все-таки была вера в исполнение вот этой цели, в достижение этой цели. То есть она должна быть настолько реалистична, чтобы мы своим мозгом могли понять, да, это возможно. Например, давайте так, приведу такой пример. Мы в год получаем, ну, условно говоря, сейчас плюс-минус около 10 тысяч. Кто-то в евро, кто-то в долларах, но около 10 тысяч мы получаем, да, при хорошей работе, когда все в порядке. И если мы скажем, что я хочу в следующем году, чтобы моя зарплата повысилась, и чтобы я заработал ну, не знаю, ну, миллион. Ну, мы понимаем, но это нереалистично. Если мы, имея те же, допустим, ресурсы, которые еще есть на сегодняшний день, если мы не планируем менять работу, то есть если у нас не намечается какой-то супер, какой-то такой-то дорогой классный контракт, то, ну, о миллионе, конечно, мы мечтать не можем. Даже о 100 тысячах мечтать очень сложно, да, то есть это совершенно нереалистично. Но если мы подумаем, что если я мог заработать 10 тысяч, почему я не могу заработать 20 тысяч? Я попробую, я постараюсь, я увеличу вдвое свой результат. Тогда это более понятно нашему мозгу. Он понимает, что я делал что-то и зарабатывал 10 тысяч. Сейчас мне нужно немножечко поднапрячься, делать что-то, чего-то больше, что-то делать по-другому для того, чтобы эта цифра стала 20 тысячами. То есть, когда мы понимаем, что вероятность исполнения нашей цели равна 50 на 50, то есть где-то, конечно, мы сомневаемся, что получится ли в два раза увеличить, но тем не менее это мозг понимает. И он начинает работать. И у нас появляются и силы, и энергия, и какие-то дополнительные знания мы начинаем получать. То есть, мы способны, допустим, взяться за цель, которая имеет вероятность исполнения 50%. И мы имеем полные, ну, все шансы ее достичь. Также важно, чтобы все-таки эта цель, которую мы ставим, была труднее, чем то, что мы делали до этого. Для того, чтобы нужно было напрягаться, для того, чтобы нам нужно было выходить из зоны комфорта, для того, чтобы у нас происходило саморазвитие, это получается, и работа над собой, да, и мы растем в своих собственных глазах. Поэтому цели нужно все-таки усложнять, ставить немножечко больше, чем у нас есть, немножечко больше, чем мы рассчитывали. Да, ставьте, неважно, не получится достичь, у нас всегда будет реалистичный, реальный какой-то процент, он всегда будет. Также очень важно цели записывать, прописывать прям полностью все, что мы хотим. подробно во всех деталях. Считается, что незаписанная цель, она остается всего лишь каким-то вот желанием, которое просто витает в воздухе. Если это цель, мы должны понимать, и мы должны ее записать. Допустим, если мы хотим, ну, к примеру, построить дом, то мы же представляем, какой мы хотим дом видеть. И вот мы прописываем, что именно мы хотим видеть, что дом двухэтажный, вплоть до того, что мы говорим, чтобы у меня была зеленая крыша, чтобы у меня там был большой балкон, или там терраса большая, там стеклянная, чтобы у меня был подземный гараж на две машины, да, там такая большая площадка, чтобы газон был, да, чтобы детям было где играть. То есть мы полностью все-все-все детали прописываем. Тогда у нас складывается картинка, картинка того, чего мы хотим. И мы, глядя на нее, ой, слова теряю, ну, как бы объемно, да, мы сразу понимаем, комплексно, когда мы смотрим, мы сразу понимаем, что нам нужно для этого сделать. Вот. Точно так же нужно в обязательном порядке прописать пользу. Какая будет нам польза от достижения цели? Это то, что я говорила, она должна быть реалистичной, она должна быть для нас значимой. То есть если есть для нас какая-то выгода, то у нас будет мотивация идти к этой цели и преодолевать определенные трудности. То есть мы уже понимаем, что практически в большинстве сейчас люди ставят цель, которые преследуют финансовые, мотивации, да, заработать больше, то есть, можно сказать, финансовая мотивация. Вот. Но тем не менее, очень много, очень много, ну, давайте вернемся к тому же дома, да, для того, чтобы построить этот дом, нам тоже нужно зарабатывать деньги, потому что его нужно на какие-то деньги строить, те же материалы покупать, нанимать бригады. Поэтому мы все равно понимаем, что мы прописываем выгоду, но тут же мы должны понимать, что нам для этого нужно сделать. Дальше мы анализируем ситуацию, то, что мы сейчас имеем, что у нас есть на старте, да. Женщины меня хорошо поймут, если я хочу, если я скажу, что когда женщина ставит целью похудеть, она в первую очередь становится на весы, смотрит, какой вес у нее есть сегодня, да, и какой вес она хочет иметь в будущем. Поэтому здесь та же история. Мы смотрим, какие ресурсы у нас есть сегодня, насколько нам их хватит. И тогда, поставив определенный срок для своей цели, потому что это очень важно, мы намечаем путь. И здесь мы приходим к тому, что у нас есть какие-то определенные препятствия, которые нам нужно будет преодолеть. И вот эти определенные препятствия, преодоление этих препятствий будет нашими промежуточными целями. И для того, чтобы пойти дальше, нам нужно вот это сделать, вот это, вот это, вот это. Вот. Если мы встречаемся с чем-то очень сложным, таким вот непонятным, мы его точно так же можем вложить на под цели. То есть мы прямо, знаете, как математика, все раскладываем, 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 как идет сокращение, когда решаем, вот мы расширяем, расширяем, расширяем все свои действия и четко понимаем, что нам нужно сделать. Также можете определить, какие дополнительные знания нам потребуются, потому что, ну, представьте себе, может быть, вы хотите сделать в этого ряда какой-то небольшой бассейн или пруд, или красивую клумбу, и вам не хочется кого-то нанимать, вам хочется вот то, что есть внутри, это все как-то вот осуществить, да, но не хватает немножко знаний. Может быть, даже придется пойти на какие-то курсы ландшафтного дизайнера или получить какую-то консультацию того же дизайнера, то есть понимать, на что вам еще нужны будут дополнительные затраты, причем это могут быть временные затраты и финансовые, вот, то есть очень важно. Может быть, мы думаем, помощь каких людей нам или организаций нам потребуется, при строительстве дома нам потребуется помощь очень многих организаций, да, если мы сам не инженер, не конструктор, не, не знаю, не проектировщик, то, конечно, мы сами все не сделали, нам нужен будет проект, нам нужны будут бригады строителей, допустим, которые будут делать фундаменты, коммуникации закладывать, нам нужны будут электрика, нам нужны будут кровельщики, это абсолютно разные люди, и тут мы тоже понимаем, к кому нам обратиться, нам нужно время, даже на обычный мониторинг, мы начинаем смотреть, какие есть фирмы на рынке, что они предлагают, какие у них расценки, то есть это все, вот это все, очень важно, когда мы ставим перед собой большую цель, мы должны понимать, какие действия нам нужно проделать, чтобы учесть, ну, 99% и чтобы у нас не было каких-то неожиданных таких ситуаций, когда мы не будем знать, за что хвататься, вот, очень важно прям прописать весь план, что, зачем я буду делать, вот то, что мы сейчас проговорили, те же организации прописать, и написать там, промониторить, там еще что-то выбрать, назначить встречу, переговорить, да, то есть четко прописываем план, это мы потом дальше будем говорить о планировании времени, но очень важно любые свои дела записывать, поэтому мы четко пишем план, что, зачем мы будем делать. Очень важно, чтобы мы визуализировали свою цель, то есть представили себе, просто представили, что мы хотим видеть, мы представляем этот большой, красивый дом, даже цвет этого дома, сколько у него окон, мы представляем, что дом уже построен, что мы сидим на террасе в красивом, не знаю, кресле-качалке, мы пьем кофе, то есть все то, о чем вы мечтаете, представляете, что это уже сбылось, то есть нарисуйте себе картинку, наслаждайтесь, любуйтесь, ощутите себя уже внутри. Это тоже дает, первое, позитивный настрой, это дает позитивные эмоции, такие положительные, это заряжает вас и, в принципе, толкает к действию, и, как, знаете, как такой каток, он просто вот идет, вот вы пошли, и все, и когда вы понимаете, чего вы хотите, и вам это нравится, и вы просто, ну, извините за такое слово, балдеть от того, что представляете, как быстро это все осуществится, то будут появляться силы, то есть вся селенная тогда будет помогать. Ну, и очень важно не остановиться, очень важно не сломаться, очень важно не отказаться от своей цели, если вдруг появились какие-то непредвиденные ситуации, какие-то препятствия, которые не запланировали, не подумали, не ожидали, ну, ничего страшного, что мы делаем, мы берем, и первое, переписываем план действий наш, ставим промежуточные цели, то есть мы вот это препятствие неожиданное, еще раз разбираем, как говорится, по косточкам, и смотрим, как нам с ним справиться, то есть не отказывать от цели, и вот самое главное, дать себе обещание, я не откажусь, я буду идти вперед, потому что вот наше упорство, это как раз есть мера веры в себя, насколько мы верим в себя, я желаю всем, чтобы все вот верили в себя, у меня сейчас такая ситуация сложилась, я сейчас нахожусь в Дубае, здесь мы познакомились с ребятами из Нигеи, и есть один человек из Ганы, который из, ну скажем так, мягко скажем, небогатой семьи, вот, который узнав о нашем проекте, сказал, что я достигну топ-эксперта, я обязательно смогу победить в конкурсе, вот Big Emirates Tour, вернее, в Global Expo Marathon, и попасть, победители попали в Big Emirates Tour, вот, он сказал, я обязательно буду в этом, я обязательно смогу стать победителем, войду там в топ лучших, я обязательно побываю в Дубае, потому что вот это моя, это моя мечта, которую он сделал своей целью, и вот он приехал и сказал, он рассказывал, как он упорно к этому всему шел, да, он действительно попал в число победителей золотого уровня, он действительно попал в Дубай, как он мечтал, да, и он сказал, я счастлив, и сейчас я буду ставить новую цель, то есть он прописывал, вот он как раз говорил, у меня было все прописано, у меня было прописано все шаги, сколько мне людей надо, сколько мне презентаций нужно провести, сколько вообще, как он еще говорит, я даю надежду таким же семьям, как я, которые понимают, что в другом месте заработать просто невозможно, и они работают, зарабатывают только вот на сегодня, на сейчас, да, и чтобы прожить, чтобы выжить, и он говорит, я давал людям надежду, и для меня это было тоже очень важно, вот, поэтому действительно это очень хорошо работает, если мы сможем вот прям разобрать, разобрать на деталь, на свою цель, и вот весь этот путь прописать, вот, если вот, допустим, вы впервые сейчас услышали вот о этой системе, о этих 12 этапах, то попробуйте взять какую-то свою цель, какую-то свою мечту, которая сейчас существует уже на сегодняшний день у вас, и посмотреть, что вы делаете для того, чтобы достичь ее, да, какие вы шаги предпринимали, или предпринимаете, или какой у вас намечен путь, и, возможно, если вы попробуете сейчас разобрать вот так вот детально, вот этот весь свой путь, элементарно, даже не этими 12 этапами, а хотя бы по системе смарт, то вполне возможно, что в дальнейших ваших действиях что-то изменится, возможно, вы перепишите план действий, ту дорогу, которая была намечена, да, возможно, вы немножечко ее измените, вот, ну и очень рекомендуют, там, на разных тренингах рекомендуют все-таки делать такой небольшой коллаж, и нарисовать, написать, вырезать, какие-то картинки наклеить, всего того, что вы хотите получить в своей жизни, для того, чтобы просто быть счастливым, да, свою мечту, свои цели, и вот эта картинка, она тоже как визуализация, повесить ее на стенку, не знаю, можно сделать большую, можно не очень большую, но эта картинка тоже будет заряжать вас энергией, то есть вы будете представлять, что все это у вас уже есть, да, то есть делаете свою фотографию вовнутрь, и вокруг все, 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 что вот хочется, чего хочется достичь, вот, ну, в нашей работе, для того, чтобы достичь своей цели, нам нужно поработать, и наша работа начинается с составления списка контактов, то есть это наш самый большой капитал, потому что мы работаем с людьми, у нас рекомендательный бизнес, и если говорить серьезно, то чем больше людей в нашем списке, тем больше вероятность того, что мы заработаем больше, и сможем пойти к своей мечте, осуществить свою мечту, когда мы приходим на какие-то тренинги, потом обучение у сетевиков, кто вот в MLM структурах, у них всегда все обучения начинаются, там, дубликации, вот эти все начинаются с такого задания, напиши 100 имен, и очень часто люди думают, ну, вот зачем мне это надо, зачем мне нужны эти 100 имен, я буду сейчас сидеть, ломать голову, ну, для чего так, для чего, почему нельзя вот просто поработать с тем, что есть там, не знаю, со своей телефонной книгой, которая есть, почему говорят, возьми листок, начни на листке выписывать своих людей, я вам скажу почему, это очень-очень нужно, то есть когда мы просто открываем телефонную книжку, или ставим ее, мы просто выйдем людей, а этому позвоню, этого не буду, этого приглашу, а этому, наверное, будет неинтересно, и все, когда мы начинаем сами вспоминать этих людей, выписывать, записывать их имена, телефон, информацию, которую мы знаем, мы уже, можно сказать, настраиваемся на какую-то невидимую связь с этим человеком, то есть вы уже делаете первый такой шаг к вашему дальнейшему общению, я не знаю, как это работает, я не знаю, как это работает через энергетические поля, но сами, наверное, согласитесь, что очень часто бывает, что вдруг вспомнишь какого-то человека, вот не вспоминала, вдруг что-то тебе о нем напомнило, ты вспомнил, вспомнил ситуацию, как вы познакомились, либо где вы сталкивались, и вот через какое-то время этот человек сам звонит, либо мы его встречаем, но очень часто такие ситуации бывают, я не понимаю, как это работает, но когда мы начинаем списать контактов, эти люди как будто бы уже потом ждут нашего звонка, они как будто бы уже готовы к нашему звонку, еще почему можно и 100, и 200, и 300 контактов писать, сколько хотите, потому что есть такая статистика, что до 30% людей, с которым вы обратитесь потом в дальнейшем, с предложением, с приглашением в наш проект, они скажут нет, это такая статистика, и естественно, чем больше людей у вас будет в списке, тем больше людей останутся потом сотрудничать с нами, да, вот, то есть потому что 30% все равно отсеются, они имеют право сказать нам нет, это их решение, поэтому это нормально, это абсолютно нормально, и второе, у каждого человека примерно к 21 году есть примерно 200 знакомых людей, мы можем не помнить о них сегодня и сейчас, мы можем не держать их всех у себя в голове, но человек 200, если постараться, мы сможем вспомнить и записать, да, может быть, мы вспомним для начала только имя, мы не вспомним больше никакой информации об этом человеке, но неважно, главное, что он уже, как сказать, энергетически, вы его уже притянете к себе, потому что он уже будет в вашем списке, то есть, ну, это я говорю к тому, что, когда говорят, у меня нет, у меня даже 50 знакомых, нет, это не так, на самом деле, человек 200 точно вас знают, вы сможете их вспомнить, вот, есть несколько вариантов составления списка, да, то есть можно открыть свою телефонную книжку и разделить их там на несколько категорий, там, ну, по каким-то определенным параметрам, да, а можно так глобально к этому подойти и начинать записывать всех, кого мы знаем, да, вот мы можем записывать всех, кого мы знаем, но это тоже будет не так много людей, а если мы, к примеру, начинаем сами себе помогать, сначала мы делим список на каких-то три сегмента, то есть это будет горячий рынок, теплый, допустим, и холодный, то есть, и вот мы проходимся, сначала мы сосредотачиваемся на горячем рынке, что такое горячий рынок, кто, это родные, наши близкие, друзья, которых мы сразу, моментально можем вспомнить и записать, да, вспомнить и записать, это люди, с которыми мы очень часто встречаемся, общаемся, работаем, звоним, которым мы можем говорить, привет, как твои дела, да, то есть это человек, который постоянно находится в поле взаимодействия с нами, так же это могут быть люди, которые нам интересны, мы как бы интересуемся, что у них происходит, как у них происходит, да, мы выдержим их в поле зрения, потому что эти люди для нас важны, эти люди нам нужны, они нам интересны, есть люди, которым мы знаем, что мы им интересны, есть люди, для которых мы являемся помощниками, наставниками, может быть, там, старшими, братьями, сестрами, да, то есть мы понимаем, что есть люди, которые, для которых мы авторитет, да, на которых у нас есть какое-то влияние даже, это те люди, к которым мы можем прийти и сказать, слушай, вот я тебя сейчас хочу пригласить в проект, мне нужны в команде хорошие люди, ты знаешь меня, я там ерунду какую-то не выберу, ты знаешь, что я, у меня получается зарабатывать, и вот сейчас такой момент, что я приглашаю в свою команду людей, хочу работать именно с тобой, да, и человек нам верит, потому что у нас никогда с ним не было никаких конфликтов, никогда с ним не было никаких проблем, и вот эти люди как раз вот являются тоже, можно сказать, из горячего списка, да, из горячего рынка, вот, также сюда можно отнести людей, у которых может быть интерес к нашему проекту, это тоже, опять-таки, из наших знакомых, которых мы знаем, мы знаем, что это, допустим, бывшие бизнесмены, это сейчас, в условиях, в которых мы сейчас находимся, многие люди потеряли просто работу, у кого-то маленькие фирмы разорились, банкротились, да, это сетевики, может быть, у которых уже угасает там бизнес, где они находятся, и с этими людьми мы тоже можем спокойно разговаривать и говорить, слушай, вот я знаю, что ты сейчас без работы, я знаю, что у тебя был бизнес, я знаю, какая у тебя хорошая хватка, я знаю, что у тебя есть такое, как сказать, объемное мышление, что ты быстро схватываешь, что ты все четко делаешь правильно, вот я хочу тебя пригласить, вот в такой-такой бизнес, да, то есть мы идем к тем людям, которые действительно понимают, как это делать, они быстро схватывают, они быстро соглашаются, то есть, вернее, даже не то, что соглашаются, они быстро понимают, что им предлагают и принимают быстрое решение, либо да, либо нет, вот, сетевики для нас вообще находка, потому что у них уже есть и команды свои, они знают, как работать, как строить эту команду, и многие люди сейчас работают, в сетевых каких-то компаниях, у них происходит где-то выгорание, где-то угасание, там, реализация какой-то, где-то просто все поднадоело, да, хочется чего-то новенького, какого-то всплеска, вот, поэтому это для нас, вот, в наш горячий список, такие люди, можно сказать, залетают, как теплые пирожки, теплый рынок, это люди, с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся, да, там, изредка когда-то, то есть, это те люди, которым мы все-таки тоже можем позвонить, вот у нас там визитки, может быть, они нам когда-то оставили, и мы им звоним и говорим, привет, Саш, помнишь, мы с тобой познакомились, там, на тренировке где-то, или мы там были в путешествии вместе, там, помнишь, мы гуляли, несколько вечеров привели, то есть, это те люди, которые вас вспомнят, то есть, вы о себе скажете, напомните, кто вы и что вы, и они вас вспомнят, вот, это теплый рынок, по большому счету, таких людей нам кажется, что у нас немного, но на самом деле, наш мозг способен, по определенным подсказкам, по определенным ассоциациям, создать, воссоздать, вспомнить, очень большое количество таких людей, и вот сейчас, даже, я вам рекомендую, представить, примерно, сколько человек вы могли бы написать, вот, в таких, вот, в этом теплом списке, да, и мы сейчас пройдемся по системе подсказок, и вы посмотрите, насколько изменится у вас эта цифра, то есть, вот вам кажется, допустим, что вы знаете, всего лишь 50 человек, но если вы по системе подсказок, о которой мы сейчас поговорим, сделаете этот список, там оказывается, нам окажется намного больше, чем 50, прошу прощения, жарко и сохнет горло, итак, первая система подсказок, это по ассоциациям, то есть, мы можем себе придумать такие ассоциации, может быть, у меня есть знакомые, которые носят усы, вспомнили, да, а есть такие, которые носят очки, да, а есть такие, которые громко разговаривают, очень сильно хохочут, да, а может быть, лысые есть, да, и мы начинаем каждую любую подсказку, которую мы проговорили, она сразу включает наш мозг, и мы кого-то вспоминаем, может быть, у нас есть кто-то, кто сейчас болеет, плохо себя чувствует, а кто у нас добился каких-то хороших финансовых результатов, да, и поднялся, а может быть, у нас есть такие позитивщики, креативщики, которые любят объединять, любят, не знаю, там, вести куда-то, спортсмены, кто занимается спортом, профессиональным, любительским, мы сразу вспоминаем бассейны, мы вспоминаем площадки, где мы, допустим, спортплощадки, где-то в баскетбол играли, где-то в волейбол играли, а там есть знакомые, там есть знакомые, то есть маленькие ассоциации, как подсказочки, они обязательно нам дадут хотя бы по одному человеку из каждой категории, но мы стабильно вспомним благодаря этим подсказкам, и вот эти подсказки, вот эти ассоциации, мы для себя можем придумывать всевозможные, допустим, по внешнему виду, или там по чертам характера, кто у меня, допустим, позитивщик, да, или кто у меня пессимист какой-то, и мы сразу вспоминаем, да, кто у меня любит плакаться и жаловаться, а кто у меня, наоборот, радуется каждой мелочи, и такой жизнерадостной, и мы вспоминаем, да, то есть мы сами можем придумать эти ассоциации, и потом они нам будут помогать создавать этот список контактов, например, по профессии, и начинаем перечислять профессии, электрики есть у меня знакомые, а оно один есть, парикмахеры, у меня три парикмахера, а продавцы, да, точно, я вот туда хожу, туда хожу, и там я уже познакомилась, а там мы уже номерами обменялись, с телефона, да, с тем продавцом, вот, также можно достать все визитные карточки, я думаю, они еще есть, я знаю, что очень многие пользуются сейчас электронными визитными карточками, но, тем не менее, у нас время от времени накапливается очень много разных визиток, тоже перебираем визитки и находим, то есть мы сразу, во-первых, вспоминаем, о, я давно забыл про этого человека, мы же там встретились, а он мне дал свою визитку, все, вы ему звоните, вам уже есть ему что сказать, вот, точно так же можно пролистать какие-то фотоальбомы, где старых друзей, старых там каких-то одноклассников увидеть, вот, вторая система подсказок, это воспоминания по ситуации, это вот то, что я говорю, это наши одноклассники, из средней школы, из начальной школы, может, даже из детского сада кто-то еще общается, может, преподаватели, наши преподаватели, которые нас учили, если мы уже взрослые люди, то, может, преподаватели уже наших детей, которых тоже мы хорошо знаем, может, где-то на семинарах были, на тренингах там, на курсах каких-то, да, как только мы вспоминаем эту ситуацию, у нас тут же всплывают в голове люди, которые были там с нами вместе, да, также это могут быть путешествия, также это могут быть знакомые в других городах, что, в принципе, для нашего бизнеса хорошо, потому что, когда у нас будет какая-то веточка в другом городе или в другой стране, это просто замечательно, да, и вот там коллекционеры, соседи, подача по санаторию, то есть мы вспоминаем их лица, вспоминаем их привычки, увлечения, и у нас действительно начинает расширяться и расширяться этот список, вот, но горячие и теплые рынки, это только, можно сказать, разогрев, потому что холодный рынок, это просто безграничное какое-то пространство, люди, с которыми, ну, кто такие, это с которыми мы не знакомы напрямую, это поиск партнеров там, где казалось бы, что их нет вообще, но их там море, это выход из привычной уютной зоны комфорта, то есть чтобы выходить, работать на холодный рынок, нужно все-таки приложить какое-то усилие, но все равно это очень большое пространство, и этих людей очень много, и представьте себе, если вот мы сейчас, каждый вперед и проделывает работу вот с этим списком из ста контактов, или списком из двух ста контактов, вот мы по вот этой методике, которую мы только что проговорили, мы пишем список и смотрим, у каждого человека, человека в принципе с легкостью может набраться 100 знакомых людей, и потом представьте себе на секунду, что каждый из тех людей, которые попали в ваш список, каждый из этих ста людей, проделав то же самое, что проделали вы, может тоже написать список из ста контактов, вот что получается, что и это уже будут люди, которых вы не знаете, это уже холодный рынок, это для вас, это холодный рынок, для тех, кто пишет этот список, для него это будет теплый рынок, но это будет наша структура, которая вот таким вот образом может разрастаться, самое главное научиться с ней работать, на холодном рынке мы знаем, что самое распространенное, это рекомендации, потому что у каждого, вот как я сказала, есть 100 точно знакомых, и поэтому эта сеть может просто вот разрастаться во все стороны, и даже вот в фильме «Елки», если вспомните, говорили, что через каждого там шестого человека мы как будто бы находим какого-то родственника, или через шесть рукопожатий можно там, можно сказать, так сказать, пожать руку президенту страны, то есть, когда мы знаем друзья друзей, очень часто случаются такие ситуации, что мы с какими-то людьми разговариваем, 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 переходим к тому, что у нас оказывается есть какие-то общие знакомые, где-то очень далеко, это здорово, потому что вот эти сети, они замыкаются, и тогда там работать, в этих сетях работать очень хорошо и очень удобно, вот, ну, как мы составляем список из холодных контактов, первое, это мы берем рекомендацию третьего лица, то есть, это самое легкое, самое простое, потому что, когда мы приглашаем, когда мы звоним, мы всегда говорим, мне ваш телефон дал тот-то и тот-то, я хочу пригласить, он рекомендовал, он сказал, что вы там эксперт в какой-то области, или что вы интересуетесь, или там, что вам это может быть интересно, да, то есть, это самый простой, самый легкий, вот, также можно выходить на людей с какими-то конкретными интересами, там, это какие-то клубы, это какие-то кружки, или это какие-то, вот, целенаправленные группы, допустим, мы записываемся на танцы, и мы понимаем, что вот у людей есть интересы, их там много, и можно с ними работать, там, может, чуть ли не коллективно, вот, также рекомендуется использовать списки готовых имен, но на сегодняшний день их становится все меньше, потому что у нас идет заказа защита личных данных, да, и больше, в принципе, не печатаются какие-то контакты людей, как раньше, но тем не менее, может быть, мы можем найти каких-то маклеров, может быть, мы можем найти преподавателей вузов и курсов, то есть, когда мы заходим на сайт вуза, мы можем там найти преподавателей, когда-то, ну, не во всех, конечно, странах, но где-то и до сих пор, печатаются имена бизнесменов, которые там, фирмы, которые обанкротились, это для нас самые хорошие, можно сказать, партнеры из них могут быть, потому что они знают, что такое бизнес, вот, можно брать объявления о продаже, допустим, автомобилей, потому что мы знаем, что автомобили продают, чаще всего люди, которые ставят это, ну, как бы на поток, это является их бизнес, значит, это люди, у которых есть коммерческая жилка, это люди, у которых есть хватка своя определенная, это люди понимают, что они берутся за то, где можно заработать, вот, ну, что касается вот таких вот, ну, мест, когда мы прям вот совсем, совсем берем, ну, это вот организация по интересам, это кружки какие-то, клубы, сейчас очень много различных чатов, и бывает так, что ты попадаешь в чат, общаешься там по несколько, не знаю, как мой муж, например, общается там уже два года в каком-то чате рыбаков, да, то есть он в глаза не видел никого, но знает их по именам, они между собой обмениваются какой-то информацией, то есть это тоже хорошее место, откуда можно брать для себя партнера, вот, ну, и также мы посещаем мероприятия, где можно познакомиться, да, там не где-то в очереди под кабинетом врача, да, а мы посещаем такие интересные мероприятия, где люди расслаблены, где люди в хорошем настроении, то есть это выставки, ярмарки, это те же спортивные там залы, фитнес-бассейн, конференции, семинары, ну, все что угодно, да, но где мы можем с кем-то познакомиться, это тоже для нас холодный рынок, и мы тут же после первого контакта, после первого знакомства, уже у нас этот человек переходит в категорию теплых контактов, то есть, и почему хорошо идти на холодные контакты, то есть мы не ждем, что человеку понравимся мы ему или не понравимся, захочет он с нами говорить или не захочет, заговорит или не заговорит, то есть мы инициатор, мы сами, мы сами подходим, мы сами знакомимся, мы о чем-то спрашиваем, кстати, очень хорошо этот метод работает, когда приезжаешь в чужой город, потому что действительно ты не знаешь, куда идти, Тебе нужно что-то найти, ты всегда можешь попросить людей что-то тебе объяснить. То есть всегда подходишь первый, представляешься и заводишь разговор, потому что ты абсолютно честно, абсолютно правдиво говоришь, я не живу в этом городе, я чего-то не знаю. Хорошо подходить к людям, которые в парке просто гуляют, ослабленные не бегут по тротуару, а просто гуляют. Тогда можно сказать, вы не подскажете, какие у вас есть красивые места в вашем городе. Я, допустим, первый раз здесь, они вам расскажут, может быть, даже проведут вас, и завяжется разговор. То есть это нормально, это нормально, когда вы будете инициатором, и это будет легко, когда вы будете инициатором. Потому что если что-то пошло не так, если что-то вам не понравилось, если вы поняли, что вы с этим человеком ничего не получится, то по большому счету вы с ним точно так же попрощались, как вы с ним поздоровались и начали с ним контакт. Также не стоит брать контакты людей, которые пишут на сайтах о том, что они ищут работу. Потому что эти люди, как правило, очень пассивные люди, они не сами ищут, не сами мониторят, не сами бегают, а они ждут, что им позвонят. То есть это такие в режиме ожидания, скажем. А в нашем бизнесе тут надо, наоборот, нужно быть живым, нужно энергичным быть, креативным. Так что способов, в принципе, очень много. Все они работают, все они доступны. Главное, каждый для себя выберет комфортный способ. То есть как работать со своим списком. Потому что создать-то мы его создали, да, но с ним еще нужно уметь работать. И тут на помощь приходит мастерство MLM-щиков, потому что они очень четко проработали уже эту систему работы с контактами. То есть делается на разворот тетради. У меня, к сожалению, с собой нет ничего, чтобы вам показать. Но у меня такая тетрадь тоже существует. На разворот тетради пишем порядковый номер, пишем фамилию, имя человека, пишем все контакты, какие мы нашли, какие он нам дал. То есть все мессенджеры, все варианты, где мы можем и как мы можем с человеком связаться. Дальше самая такая тоже большая графа – это информация о человеке. Давайте назовем так своего рода. Это будет до сена человека, потому что нам необходимо знать, а не все, чтобы понимать, как с ним разговаривать. Профессия, род деятельности, какие-то увлечения. Если семья у человека, животное, то есть то, что мы из беседы, допустим, первой беседы, или нам дали его, порекомендовали этого человека, все, что мы уже знаем об этом человеке, мы записываем. И все, что мы потом будем узнавать об этом человеке, мы тоже сюда будем добавлять. Это очень важно, потому что, когда мы знаем о человеке, кто он и что он, мы можем предположить, что ему может быть интересно, как с ним разговаривать. То есть это важно. И дальше мы записываем так называемые касания, то есть встречи. То есть первое, обязательно записываем, откуда у нас его контакт, как состоялась наша первая встреча, для того, чтобы когда мы ему позвоним через какое-то время, чтобы мы могли сказать, мы с вами познакомились там-то и там-то, мы с вами встречались уже, или ваш телефон дал мне тот-то и тот-то, и мы назначаем, допустим, назначаете первую встречу, да. То есть чтобы вы знали, что сказать человеку при звонке, нужно записывать всю информацию. Сколько у вас было встреч, когда у вас были встречи, какие были договоренности о встречах, о звонках. То есть это ваш черновик для того, чтобы вы были всегда компетентными, для того, чтобы вы всегда выглядели очень, как сказать, организованно в глазах человека, с которым вы, в принципе, строите бизнес. Это очень важно. То есть важно не только выглядеть, да, важно быть таким организованным, знать полезную информацию, знать информацию, которая может нам помочь, помочь в коммуникации. Потому что мы знаем, что с человеком все равно нужно налаживать какой-то контакт, и он должен быть теплым и открытым. Тогда у нас получится разговор, у нас тогда получится диалог, нас тогда будут слушать. И вот чтобы на этот вот контакт состоялся, нужно понимать, кто перед нами, просто понимать. И мы, когда мы, чем больше информации мы об этом человеке запишем, тем больше мы будем понимать, кто перед нами, как с ним вообще вести разговор. Вот, например, пример из моей тетрадки. Иванова Тамара, я изменила, конечно, имя. Иванова Тамара, знак весы, 10 декабря 79 года рождения. Психолог, у нее частная практика. Есть муж, есть двое детей, любят путешествовать всей семьей. Есть восточно-европейская овчарка, участвует в выставках, призер, два кубка, три медали. Поверьте мне, про овчарку нужно было в обязательном порядке написать, потому что для нее собака – это отдушина вообще. она говорит, я люблю проводить время с семьей, но мне иногда нужно полностью отдыхать от людей, потому что моя работа предполагает постоянно разгребать какие-то проблемы людей, психологические проблемы. Она психолог, она все время копается вот в этом грязном, для того, чтобы помочь человеку из этого выпутаться. И она говорит, мне обязательно нужно общение вот с животным – это самое лучшее восстановление, самое лучшее лекарство. И поэтому они участвуют в разных выставках, они ездят на эти выставки. Это для нее… И если мы при встрече спрашиваем, я знаю, что вы ездили на выставку, но при очередной встрече, как она прошла, получили ли какой-то приступ, то поинтересуйтесь, для нее это очень важно. И если вы понимаете, что является важным для этого человека, он поймет, что вы прониклись к нему, что вы помните о нем, вы помните о его предпочтениях, вы помните о его увлечениях. И, может быть, даже потом мы будем дальше говорить, очень хорошо, когда вот в этих увлечениях, в этих хобби, когда мы можем найти, что-то такое, что нас может объединить, что я, допустим, тем же занимаюсь, или мне это тоже очень нравится, или у меня подруга там тоже кинолог, или там, как у меня там, допустим, как я ее познакомила со своей клиенткой, моя клиентка была кинологом, она дрессирует собак. То есть я их познакомила, они у нее тоже прошли какой-то курс подготовки, что-то там они проходили. И то есть у нас уже появилось что-то общее, то, что для этого человека очень важно. Мне было приятно их познакомить, мне было приятно, что и одно, и второе, и обе женщины было хорошо, что они познакомились и смогли вот кому-нибудь скоммуницировать там, да, вот, и им было хорошо, и им было хорошо. Все замечательно. Дальше мы пишем, где мы познакомились. Вот у меня 12.08.20 года познакомились на тренинге личностного роста. Мне это было очень важно, потому что, когда я первый раз ей позвонила, я сказала, помните, мы с вами были на тренинге. Она говорит, ой, да, помню, помню. Я тогда на тренинге рассказала, чем занимаюсь, но ничего не предлагала, потому что у нас там были совсем другие задачи. Но потом через время мы с ней встретились. Я дала информацию, дала каталог, рассказала о проекте. И дальше я записываю, что я должна сделать, что я пообещала сделать. Отправить 2-3 ролика и ссылку на вебинар. Ну, на ближайший, да. Созваниваемся через неделю. Звоню я. То есть ставим четкую дату, ставим время, когда я должна позвонить. То есть это называется договоренность. То есть эта договоренность должна быть очень четкой. Вот. Также для себя я ставлю пометку, что там 10 декабря, у нее день рождения, обязательно позвонить, поздравить. То есть когда человек понимает, что вы вспомнили о ней в день ее рождения. Но вы представляете, как человеку приятно. Родные, близкие, друзья поздравляют. Это уже ожидаемо даже. А вот когда новый знакомый настолько внимателен, это неожиданно и это очень приятно. И тогда есть уже расположение друг к другу. Человек, понимаете, если мы понравимся человеку, то есть вероятность, что ему понравится то, чем мы занимаемся, то, что мы ему предлагаем. Это такая, знаете, неразрывная связь. Как это по-другому можно еще назвать? Да, причинно-следственная связь это называется. Ну и очень важно иметь уже небольшой ежедневничек, где мы четко записываем там наши встречи, свои важные дела, работы, не знаю, все, что для нас очень важно, мы записываем в ежедневник. И вот здесь как раз мы можем писать встреча с Татьяной и пишем с Татьяной под номером, допустим, 15, она в нашей вот этой вот большой книге, да. И то есть для того, чтобы подготовиться к встрече с этой Татьяной, мы открываем свое досье и смотрим, кто это. А, это наша Татьяна, которая занимается тем-то, тем-то, тем-то. Все прекрасно. Я, значит, знаю, как начать беседу. Мы последний раз виделись там такого-то числа. Были назначены какие-то определенные вещи, что я там что-то отправлял. Вот я сейчас ее спрошу, как она получила. То есть мы тут же открываем, у нас тут же все-все-все подсказочки, как нам вести себя с этим человеком. То есть, поэтому, если у нас есть вот такая вот книга-досье, условно говоря, может, не очень красиво, но оно так и есть, да. И у нас есть ежедневничек, все это наши инструменты, которые помогают нам работать. Вот. И когда у нас уже этот список готов, мы, конечно, думаем, как нам по этому списку, как нам с этим списком, вернее, вот с этими людьми начинать работать. То есть нам надо делать, назначать встречи, делать какие-то первые звонки. И очень рекомендую, это очень важно, сама через это прошла, и вы сейчас поймете, о чем я говорю, не брать всех людей по списку подряд, особенно, если вы новичок. Не надо, вот я составила список, вот у меня столько человек есть, и я начинаю их взванивать прям по очереди. Не стоит этого делать. Лучше, как говорится, взять старт с тех людей, в которых вы, ну, может быть, немножко больше уверены, да, которые приветливые, которые открытые, которые активные, которые доброжелательные, которые вас выслушают, которые не наговорят какой-то вам ну, может быть, грубого отказа не будет от этого человека. Вы знаете, что даже если он откажет, он это сделает очень корректно, очень мягко, как говорится, с любовью, да, то это не сломает вас, не сломает, потому что очень многие люди ломаются, да, они составят огромный список, они себе представят, что сейчас они начнут звонить, и у них пачками будут люди приходить в их команду, и вдруг первый нет, второй нет, третий нет, все, люди ломаются, они больше не хотят звонить. Поэтому очень важно для себя, мы не принимаем решение не звонить вообще, потому что, ой, ему это, наверное, не надо, то есть мы не будем вместо них принимать решение, но старт брать лучше с тех людей, с которыми вам будет легче общаться, то есть это позитивные, это внимательные, это, не знаю, желающие обучаться, которые ориентированы на цели, которые любят что-то новое, да, они открыты к новой информации, и тогда будет очень легко. И когда вы начнете с таких людей, вы получите первое, второе, да, третье, да, понимаете, у нас столько появится сил, столько появится вдохновение, что потом уже не страшно звонить тем людям, которые вы заведомо знаете, что он злюка, что он там, не знаю, негативщик, и вы уже не будете его бояться, потому что у вас уже будет столько положительной, позитивной энергии, вот, и уверенности в себе, что такие люди вам будут не страшны, и их отказы не сломают, не сломают и не испортят вам настроение. Вот, на сегодня это все, что я хотела сказать. Мне очень приятно, что мне пишут, мне очень приятно, что мне задают вопросы, я очень много общаюсь лично, потому что в чатах как-то у нас не получается, меня всегда просматривают в записи, вот, и приглашаю вас смотреть дальше, смотрите в записи, пишите, и мы встречаемся, следующая встреча будет 18 ноября, да, потому что я сейчас еще не дома, сейчас еще есть определенная, очень сложная работа, вот, поэтому до встречи, до встречи на следующем вебинаре, мы разберем следующие две задачи, и благодарю вас за внимание, желаю всем хорошего вечера, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки.